Добро пожаловать на Бравл Толк! Добро пожаловать на Бравл Толк! Губки сильнее его все равно не найти. Его можно будет разблокировать бесплатно в клубном событии, но подробнее об этом позже. Бастрик отлично чувствует себя в роли спасателя, но полагаться на него слишком не стоит. Джесс Энди составит компанию Литка Гэри с автоматической пушкой, заряженной на максимум. Мистер Тикс любит деньги, но взрывы он любит не меньше. Ну а Планктон Дэрил наконец выяснит рецепт Крабсбургеров. Во время сезона Губка Боб можно разблокировать особые способности для бойцов с помощью этих усилений. Крабсбургер, сода из водорослей, заводной кларонет, лопатка, набросок ананаса, пузырь и чамшарик. Для каждого класса есть свои усиления, которые усиливают особенности класса. У каждого усиления по три уровня улучшений, и с каждым уровнем бойцы становятся еще мощнее. Танк. Вокруг бойца летают три Крабсбургера. При их уничтожении боец получает сопротивление к урону, его скорость увеличивается, а супер заряжается. Подтяжка. Бойца постоянно окружает исцеляющая аура, а исцеление союзников заряжает его супер. Используйте супер, чтобы создать кубик усиления. Урон. Попадание по врагам дает чамшарики, а это самонаводящиеся снаряды, увеличенная скорость передвижения и исцеление на короткое время. Контроль. Ваши атаки усилены. Прекрасной игрой с Крабсбургера на Кларнете. Держите в запасе до двух музыкальных атак и пробивайте им стены и бойцов насквозь. Стрелки. После основной атаки бойца остается след из пузырей, который наносит урон врагам. В конце следа происходит взрыв, выпускающий еще больше пузырей. Убийца. Время от времени появляется лопатка. Если у врага мало здоровья, а у бойца есть лопатка, то враг будет уничтожен одним ударом. А еще, после каждого уничтоженного врага, боец получит специальное усиление и станет невидимым. Арсиллерия. После небольшой задержки основная атака бойца сбрасывает ананас, который наносит урон, и оставляет за собой область, наносящую урон. И взрывается ананасовыми кусочками, также наносящими урон. Усиление работает только в режимах с модификатором Губка Боб. Ничего себе! Звучит круто! Так, как мне все это разблокировать? Рад, что ты спросил! Усиления спрятаны во вкуснейших Бравл Милах, новейшем изобретении высокой кухни. Мистер Крабс воспользовался моментом и открыл в парке Стар новый магазин. В Красте Краб за Крабсы можно приобрести Бравл Милы. Каждый день новые акции дня, на которые вы можете потратить Крабсы. Там будут разные предложения, а также скины любимых всеми персонажей из Губки Боба. Так, как получить Крабсы? Мистер Крабс любезно согласился бесплатно раздать немного Крабсов. Никогда не слышали о самоокупаемости? За первую победу дня в режиме с модификатором Губка Боб вы получите Крабсы бесплатно. Это правило распространяется и на два новых игровых режима. Вот это ловля Медуз! Режим играет 3 на 3, в котором игроки ловят Медуз по всей карте. Побеждает команда, поймавшая больше Медуз. Чтобы поймать Медузу, ее нужно удержать в течение 5 секунд. Но если за это время бойца победят, он выронит Медузу. Уложите команду противника, чтобы получить больше Медуз. Тройное столкновение. Как парное, только вас трое. Так что да, тройное. В этом режиме 12 бойцов разделены на 4 команды. Это самый массовый режим за всю историю игры. Как и в парном столкновении, вы можете воскресить бойца, если хотя бы один из участников команды еще жив. Да здравствует Хаус! Крабсы можно получать разными путями. Можно забрать ежедневную выплату у Сквидварда. Заглядывайте в Красти Краб каждый день, чтобы бесплатно получить крабсы. События Губка Боб Квадратные Штаны будет идти весь сезон Губка Боб с 5 сентября по 2 октября. Старикан, который любит пармезан, это все про слепую крысу Мо. Он жил в канализации парка Стар, пока его не нашел и не приютил Гром. Теперь Мо работает в парке Стар в техническом обслуживании. Он поддерживает порядок канализации и наводит шорох на поле боя в Бравл, благодаря своим талантам в копании. Мо обстреливает карту камнями с помощью лопат. Его атаки наносят урон по области с каждым отскоком. А когда Мо активирует Супер, то забирается в землеройную машину, которую собрал сам, и проносится по всей карте, уничтожая все на своем пути. Мо – мифический боец, специализирующийся на уроне, последний участник трио Замкового Двора. Он появится в игре 29 августа со скином Сырный Мо за 29 кристаллов. Тебе меня не победить. Парк Стар открывается ресторан Суши. Давно пора. А к нему прилагается легендарный убийца Кэнди. Самурай, который отошел от дел и открыл Суши-ресторан в парке Стар, но подозрительно мало рассказывает о своем прошлом. У Кэнди есть два вида атак, которые он использует попеременно. Это выпады и рассекающие удары. Используя Супер, Кэнди атакует область широким рассекающим ударом, нанося огромный урон и временно становясь неуязвимым. Суши-самурай присоединится к парку Стар и начнет собственное трио 26 сентября. Вместе с Кэнди появится и скин для него – Фруктовый ниндзя. Он больше не самурай. Врубаем гиперзаряд! Супер Упока исцеляет так сильно, что дает щит за все лишнее здоровье. Супер Мортиса еще раз летит на максимальную дистанцию, наносит такой же урон и снова исцеляет Мортиса. Вот уж точно два в одном. Снаряды Супера с Квика теперь отскакивают и разделяются еще раз. Супер Тары становится больше и длится дольше. Гиперзаряд Нани увеличивает размер ее Супера – Пипа, а также увеличивает его скорость. Вольт, используя гиперзаряд, тут же достигает максимального уровня и получает улучшение до пятого левла. Его снаряды теперь разрываются, как попав врага, так и промазав, и летят еще дальше. Дальность атака Вольта также увеличивается. Я слышал, что вам очень нравятся клевые фиолетовые скины. В октябрьском сезоне мы снова окажемся в однажды в бою, но кое-что изменится. Сказки – прошлый век. Пришло время страшилок. Скелет Вольт – скин Бравл Пасса, у которого будут злодейские и антигеройские цветовые варианты. Кошмарная Нани будет преследовать вас и на поле боя, и во снах. Взломщик Кит. Что это было? Наверное, просто ветер. Призрачный всадник Драка сменил гитару на настоящий топор, и вместо того, чтобы рвать струны, готов рвать на части бойцов. Проклятый замок Перл – тверда, как камень. Ну или каменная крепость. Злодейка Мэнди – ранговый скин сезона. Она все так же царственна, но перешла на сторону тьмы. А Костяной Поко готов всегда пересчитать вам кости. Пожалуйста, прошу. Можно еще изменений? Да. Два новых модификатора для рангового режима. Изобилие гаджетов. У гаджета бесконечные заряды, но не требуют перерывов по 15 секунд. Импульс. Успешная атака ненадолго увеличивает скорость движения. Если урон наносит компаньон или турель, владелец также получает бонус скорости. А еще нас ждут две мини-темы. Мы воскресим старые игровые режимы в новом жутком виде. Вас ждет Чумная Кража, Мертвый Груз и Замбибол. Причайте три зомби скина. Гниющий газ. Мы всегда знали, что его шар – это мозг, который всем управляет. Не в пример мертвеку Майку, которому даже и несколько мозгов не помогают. Дохлая Пэм вернулась с того света, чтобы обнять всех еще разочек. А также у нас есть три скина к празднику урожая. Пусть луна светит еще ярче с лунным стражем Вороном, лунным стражем Хэнком и лунным стражем Честером. Нам не хватает энергии, то есть скинов. Вам Прима мечтает высосать вашу сальсу. Кукулетт знает, что случилось на самом деле, даже если этого не было. Красному Рико теперь только байка не хватает. Поддержите призовой фонд чемпионата Бравл Старс с покупкой киперспортивного скина Фанат Фэнк. It's in the game. Драконья Бэль – первый ранговый скин Supercell Make, автор NanoBase. Скин будет доступен на протяжении сезона Глубка Боб. Получите иконку игрока в амбу, следуя инструкции в описании к видео. А я-то думал, что М – это от мини. А участвуя в розыгрыше в моем Телеграм-канале, можно получить шанс выиграть новый скинчик на Хэнка. Брок получит обратно свою старую куртку и старую прическу. Теперь вы можете выбирать, какого использовать, прям как со шляпой Морсиса. А если вы досмотрели до этого момента, то значит мой перевод вам понравился. Поэтому не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и включить колокольчик, потому что в следующих выпусках мы подробненько на снегпиках разберем все детали нового обновления Бравл Старс. А также в комментариях напишите, что из Бравл Толка вам понравилось, что нет и как вам вообще обнова в целом. Давайте обсудим. Отдельно благодарю всех спонсоров канала за поддержку и возможность дальнейшего развития. И увидимся в следующих выпусках. А если ты хочешь поддержать мой канал и получить множество бонусов, то оформляй спонсорскую подписку. На каждом уровне подписки есть свои плюшки. Первый уровень даст тебе особый значок профиля и смайлики в чате. Второй откроет доступ к чату со мной и другими спонсорами. Третий пропустит секретный телеграм-канал. Четвертый увековечит твое имя в каждом моем видео. А пятый, самый высокий, откроет доступ к плейлисту со влогами, распаковками, неудачными дублями и другими интересными моментами из моей жизни. Сейчас там уже более 50 видео, так что будет из чего выбрать. Оформить спонсорскую подписку можно по ссылке в описании. Я буду рада видеть тебя в элитном зеленом отряде Клеопатра. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!